МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы расскажем вам о событиях истории древнего мира. Я Владимир Никишин. Тема выпуска – император Константин Великий. Гай Флавий Валерий Константин родился в феврале 274 года в городе Наисса, в Верхней Мезе. Это современный ниш Сербии. Он был сыном Констанция Хлора, будущего императора, и дочери трактирщика Елены. Его отец Констанций Хлор в марте 293 года стал соправителем императоров Диоклетиана и Максимиана Геркулия. Констанций Хлор управлял Галлией и Британией. Константин свою юность провел при дворе отца Констанция Хлора. Он зарекомендовал себя как смелый, мужественный воин и незурядный полководец. Человек, лишенный образования, тем не менее, он был умным, дальновидным, расчетливым, осторожным, но как правитель проявил себя так же и как жестокий деспот и тиран. В июле 306 года умирает император Констанций Хлор, и его легионы провозглашают императором Константина. Константин несколько лет с успехом сражался против германцев. Тем временем в Риме к власти приходит сын Максимиана Максенций. В 312 году Константин с войском двигается в Италию. В битве у Мульвийского моста Максенций был разбит, и при отступлении утонул в Тибре. Константин захватил Рим. По постановлению Сената в Риме была поставлена триумфальная арка в его честь. После этого Константин практически никогда не приезжал в Рим. Война за власть, межусобная война в Риме между несколькими претендентами заканчивается в 324 году. Еще в 313 году Константин и его союзник Лицыний издали в городе Медиалан знаменитый эдикт, по которому христианство было легализовано. Христианские общины, подвергавшиеся гонениям при императоре Диоклетиане, получили право свободно исповедовать свою религию. Они были восстановлены в правах, им была возвращена их собственность. Константин зарекомендовал себя как сторонник христианства. Конфликт между Константином и Лицынием разгорелся уже в 20-е годы. Два императора поделили между собой империю. Лицынию достался восток, Константину – запад. В войне победил Константин. В 324 году Лицыний потерпел поражение, капитулировал, сдался в плен, а вскоре тайно по указанию Константина был убит. С 324 года Константин являлся единоличным властителем Римской империи. Константин был первым римским императором, который осознал все значение христианской церкви для укрепления своей власти. Константин всячески покровительствовал христианской церкви. Он созвал Первый Вселенский собор в городе Никея в 325 году, на котором был принят никейский символ веры. И большинством, практически единогласно, 300 епископов осудили первую антитринитарную ересь – орианство. Константин освободил христианскую церковь от налогов и повинностей. Христианский клир поступил на содержание государства. Константин закрыл целый ряд языческих храмов и ликвидировал несколько жреческих должностей. Тем не менее, сам Константин оставался язычником. Он принял крещение только на смертном одре, причем из рук епископа Арианина Евсевия. Тем не менее, за свои заслуги перед христианской церковью Константин получил прозвание Великого и стал святым. Несмотря на то, что это был довольно жестокий деспот, известно, что Константин в 326 году убил своего старшего сына Криспа по подозрению подготовки переворота. После этого он утопил в бане свою вторую жену Фаусту, которая родила ему шестерых детей. Он убил своего племянника Лицыния-младшего и совершил немало других преступлений. И тем не менее, благодаря своей роли в истории христианской церкви, он остался в истории как Константин Великий и Константин Святой. В области внутренней политики Константин навел порядок в управлении. Он приказал сжигать на кострах уличенных во мздоимстве чиновников. При нем были сокращены сроки тюремного заключения и навсегда был введен запрет на распятие на кресте. Кроме того, при Константине учителя и врачи в Римской империи были освобождены от налогов и податей. При Константине в 314 году была проведена финансовая реформа, в оборот был введен золотой солид. При Константине продолжалась военная реформа, начатая еще диоклетианом. Военная служба в это время становится наследственной. Константин нанимает отряды варваров на службу Римской империи, и за свою службу варвары стали получать права римского гражданства. Наконец, Константин закрепощает колонна. В 332 году был опубликован соответствующий эдикт. Константин Великий в 330 году переносит столицу из Рима в Константинополь. Новый Рим, так назывался официально этот город, который стал расширяться и украшаться именно при Константине. В 337 году Константин умирает на 64-м году жизни. Его останки были перенесены в Константинополь и захоронены в церкви 12 апостолов. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «Семь дней истории». Сегодня мы рассказали вам о событиях истории древнего мира. Смотрите завтра рассказ о событиях истории средневековой Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok